В Самаре проходит шестой аортальный Всероссийский конгресс хирургов. Его проводят Самарский государственный медицинский университет и Российский научный центр хирургии имени академика Петровского. Вот об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Очень необычные гости. Это действительно светило звезды российской хирургии. И я сейчас с удовольствием буду их представлять. Это Игорь Иванович Затевахин, почетный президент Российского общества хирургов. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой факультетской хирургии, педиатрического факультета Российского государственного медицинского университета. Добро пожаловать, Игорь Иванович. Спасибо. Игорь Иванович. Про вас тоже это не сказала. Простите, пожалуйста. Добро пожаловать, Юрий Владимирович. Здравствуйте. Итак, мы сегодня начинаем со съезда с Конгресса хирургов. И прежде всего он аортальный. А что такое аортальная хирургия, чтобы уж всем было понятно? Я думаю, что на этот вопрос должен ответить Юрий Владимирович, поскольку он директор как раз института, который занимается этой проблемой. И лучше всего расскажет слушателями на этот вопрос. У меня есть хороший, неподготовленный, заранее чуткий ответ. Что такое аорта и что такое аортальная хирургия. Вот все знают, что такое нефтепроводы. Трубы большого диаметра и насосы качают нефть через эти трубы потребителям. Так вот аорта это самый крупный сосуд человеческого тела. Диаметром в норме 3 сантиметра. Вот такой. И по нему качает кровь сердце. И распределяется эта кровь по сосудам, которые отходят от аорты. Распределяется во все органы. В само сердце. Головной, спинной мозг, печень, почки, руки, ноги. Ну везде. Таким образом, если по этому сосуду кровь уже не течет, либо какая-то проблема, считайте, организм человеческий погибает. Почему может не течь кровь по этому сосуду? Либо сужение, а чаще всего аневризматическое расширение, аневризма аорты. То есть аорта в норме такая, я показываю, а она расширяется в силу каких-то причин. Чаще всего атеросклероз, дисплазия и даже сифилис. В последствии его, когда стенка аорты становится как бы труха. Ну вот берешь ее между двумя пальцами, и она как ткань печени раздавливается. А в норме она как резина плотная. И выдерживает давление до 200 мм рт. столба. А тут она рвется при давлении даже 120 мм рт. столба. То есть при нормальном давлении. Вот что такое аневризма и почему она расширяется и почему представляет смертельную опасность. Аневризма, вот когда я пациентам говорю своим, что такое аневризма, как опасно. Я говорю, ну представьте, это граната с выдернутой чекой. Взорвется? Точно. Когда? Неизвестно. Но операция показана абсолютно. То есть как раз сейчас два дня плотной работы предстоит для того, чтобы там ничего не случалось с этой самой аортой. Да, вот мы будем тонкости хирургии показывать, как надо делать. Как надо диагностировать. Как определять лечебную тактику. Как давать наркоз. Тоже надо уметь давать наркоз, чтобы давление не прыгало. И как после операции с больными поступать. Эти операции относятся к разряду самых тяжелых в хирургии. И эти операции на аорте, на дуги аорты, торко-абдоминальные аорты, они тяжелее, чем операции на сердце. И вот как их вывести потом, реабилитировать этих пациентов, это тоже большая проблема. И этому будет посвящена часть вопросов. Академик Затевахин перед эфиром пошутил, что 27 минут мы будем слушать Академика Белова. Но это на самом деле была шутка. Игорь Иванович, подключайтесь к нашему разговору. С удовольствием. Скажите, а вот этот съезд, вот этот съезд, этот конгресс, понятно, что он крайне важен и нужен хирургам. А каким образом связаны с ним мы, рядовые жители, что для нас важного в том, что вот вы так собрались? Вы знаете, Юрий Владимирович рассказал сейчас о аневризме восходящей аорты, дуги аорты, то есть сосуда крупнейшего, который отходит от сердца. А я как раз занимаюсь и буду делать доклад о заболевании аорты тоже самое, но брюшной аорты. Причем самого сложного его раздела – это аневризма брюшного отдела аорты и разрыва. Это уже когда состоялся разрыв, когда как на автомобиле баллон. Колесо взорвало. И грыжа – вот это аневризма. А когда грыжа рвется, вот это разрыв аневризма аорты. И из аорты поток крови в брюшную полость. И мы успеваем спасти этих больных, очень многих. Ну, конечно, и смертность там большая. Но тем не менее, вот этому и будет посвящен мой доклад, который как раз касается вот этого раздела хирургии. И сегодня как раз это очень злободневная тема. Ну, а что относительно того, что вы спросили, что должны знать больные? Ведь диагностика аневризмы аорты этих крупных сосудов не очень сложная. На сегодняшний день при наличии ультразвуковой диагностики это очень хорошо диагностируется и в грудном отделе, и в брюшном отделе. Это самое простое исследование, которое первое может померить диаметр аорты, и зная ее размеры в норме, сказать, здесь есть расширение или нет. И отсюда уже дальше врачи должны решать вопрос, надо оперировать, не надо, можно еще подождать или нет. Тогда почему к вам на операционный стол иногда попадают больные, которые не знают о том, что у них аневризма? Я могу ответить. Дорогие коллеги, вот понимаете, мне вот по-человечески обидно за нас всех. Вот как-то вот, большинство имеем автомобилей, делаем технический осмотр раз в год. Ну так положено. Ну почему мы раз в год не сделаем технический осмотр своего организма? Ну померить размер аорты, академик Затевахин же сказал, очень легко ультразвукам. Разобраться в ситуации, компьютерная томография, стопроцентный диагноз. Посмотрит все сосуды и всю аорту, компьютерная томография. Это легко сделать. Наше правительство дает один день в год, оплачиваемый день до прохождения диспансеризации. Пожалуйста, я обращаюсь к вам, мои дорогие, потому что я сам, в общем, из Самары, сам заканчивал Куйбышевский медицинский институт. Вот, и этот город для меня особый. Я прошу вас, делайте техосмотр своего организма и уделяйте внимание состоянию сосудов и аорты в том числе. Я должен добавить, вообще-то говоря, потому что занимаюсь не только сосудистой хирургией, но и общей хирургией, и онкологией, вообще диспансеризация – это корень всех задач современной медицины. Только своевременное определение на ранних стадиях заболевания даст возможность хирургу вылечить это радикально. Потому что… Всех заболеваний. Да, всех заболеваний. Относительно вот аневризма аорты, надо сказать, что вот люди, страдающие аневризмой брюшной аорты, которых оперируют, они, если удачно прошла операция, хороший послеоперационный период, они, в принципе, возвращаются в свою популяцию и живут столько, сколько живут люди без протеза в аорте. Из грудной аорты тоже самое. Так что мы ответили на ваш вопрос. Конгресс, который будет проходить в Самаре, он традиционный, но в этом году он посвящен столетию Георгия Ратнера, правильно я говорю, да? Георгия Львовича. Георгия Львовича, конечно же. Юрий Владимирович, вы один из, наверное, самых известных его учеников. Скажите, пожалуйста, вот те знания, навыки остаются ли какой-то важной частью в вашем медицинском профессиональном багаже? Легко отвечу на вопрос на моем личном жизненном примере. Георгий Львович Ратнер – мой первый учитель в жизни. Учитель жизни, учитель хирургии, учитель мастерства, духовности, интеллигентности. Я приехал в Москву. Меня позвал академик Петровский в центр хирургии, самый могучий центр хирургии в Советском Союзе. Это был далекий 1979 год. Я сижу, первый раз вышел на работу. И молодой, тут маститые хирургии, реаниматологи, анестезиологи обсуждают вчерашних больных оперированных и планируемых на сегодняшнюю операцию. Естественно, параметры, параметры гемодинамики, сократимости сердца, типа индекс зоны блика, ДП, ПДТ, вы просили это не говорить. Да, но насыщение кровью, кислородом и так далее. Вы знаете, вот я смотрю, мало кто понимает, моего возраста люди. А разговор ведут маститы, врачи. А я все понимаю. И я потом, когда ехал на электричке домой, и думал, боже мой, вот это знание мне дал Куйбышевский медицинский институт. Я все понимаю. Я окрыленный, я радостный. Ведь меня взяли на испытательный срок, а я все знал. Вот это была мощь Куйбышевского медицинского института, школы Ратнера. Я гордился этим и буду повторять, что, да, это образование настоящее, которое сделала, в частности, и Белова. Я знаю, что почти с поезда вас повезли на экскурсию и показали вам, что из себя представляет Самарский медицинский университет сегодня. Не могу не спросить ваши впечатления, а тем более вот вам, Юрий Владимирович, есть с чем сравнить. Вы здесь учились, а Игорь Иванович, вы, с другой стороны, можете это все увидеть. Что вы видели, да. Ну что, я увидел. Во-первых, я увидел просто торжество медицины. То, что я увидел сегодня, это, знаете, это такой радость у меня в душе. Это такое прекрасное развитие медицины и хирургии, вообще медицинской науки. Это стало возможным только в связи с тем, что слилось с одной стороны учебное заведение, университет, и с другой стороны стала развиваться инновационная медицина, то есть не просто преподавание и обучение студентов, но и то, что должно быть в университете, разработка новых технологий, новых направлений. Причем это не просто новые направления и развитие. Это самое главное. И обеспечение этого развития, обеспечение этого развития соответствующей аппаратурой. Вот такая технологическая часть. И созданная база IT, созданная база инженерная, и созданная база производственная, которую в конечном итоге выпускает конечный продукт, понимая задачи хирургии, облегчая их работу и способствуя их уже внедрению в клиническую практику. Мало того, это тиражируется на всю страну. И очень скоро уже есть закупки, а очень скоро они будут еще больше. Я сегодня увидел, совершенно уникальный, потряс меня одна разработка, это пироговская анатомия. Стол. Стол. Пироговская. Это что-то необыкновенное. Это инструмент, который дает возможность не просто обучать, не просто обучать студентов, но это инструмент в руках. Вы знаете, мне уже лет не было, и я за операционным столом только с 1960 года. Да. И я вам должен сказать, что несмотря на это, перед каждой операцией, особенно тяжелой, сложной, я всегда открываю атлас. Еще раз вспоминаю, простите, правда? Да. Ну, мне нет необходимости говорить здесь неправду. Знаете, это профессионализм. А вот то, что сделали, сделали, это не только для студентов обучения анатомии, но это и для вот широкого круга врачей, это для хирургов, это прекрасное пособие. Ну, и помимо этого, ряд других вообще разработок, вот таких, как искусственный сустав, асуто-забедренный сустав. Вы знаете, что сейчас в наше сложное время, когда мы живем с санкциями, которые наложены на нас, и с отсутствием ряда продукций, медицинских изделий, а заболевания, скажем, артрозы, тазобедренного сустава, это чрезвычайно распространенная вещь. И переломы шейки бедра, вы, наверное, у всех на слуху, особенно в старческом возрасте, да? И единственное, что возвращает не просто к физическому, к движению и к возможностям поиска, реабилитации, но и к жизни, потому что все эти больные, если не сделать эту операцию, они ложатся, особенно пожилые, и умирают, и быстро умирают от воспаления легких. Понимаете? И что я сегодня видел, этот новый сустав, который делается керамически, и все, это уже образец опытный, который завтра получит вообще наша медицина. Это прекрасно. Я получил огромное удовольствие и должен сказать, что, конечно, надо вернуться к тому, что о роли личности в истории. И я должен сказать, что ректор сегодняшний проводит огромную работу. Честь и хвала ему, и спасибо от российской хирургии. Как жителю Самары его очень приятно это слышать. Вашими глазами сегодня увидели, что вы, Юрий Владимирович. Это небо и земля. В 71-м году я вошел в клинику факультетской хирургии, я там волонтерил, будучи студентом первого курса. Три раза в неделю три ночи изнутри знаю, что было и сейчас увидел другой мир. Другой мир, другое все. Оснащение, чистота, порядок, культура. Люди остались, сохранились такие же, с такой же энергетикой и улыбкой на лице, которая была у нас, когда мы учились. Ну, понимаете, все, все стало лучше. подтверждаю то, что сказал мой коллега Игорь Иванович Затевахин. Вот эти новейшие разработки, которые, понимаете, они по-другому поставлены, не так, как, извините, ректора наших медицинских университетов, других. Мы говорим про Самарский университет. Такого нет нигде, чтобы с привлечением с одной стороны IT-технологий, IT-специалистов, проектирования, дизайн и до конечной продукции. То есть, мы видели производство, где биопринтеры работали. И вообще все вот эти суставы, о которых сказал Игорь Иванович, они же не просто, вот, понимаете, вот суставы, они индивидуально подобраны, исходя из исходных показателей человека. Это человекоориентированные технологии, и они, в общем-то, уже поставлены на поток. Вот это, ну, для меня это бальзам на душу, потому что родной университет. Можно я добавлю? Вот, к словам Юрия Владимировича, в течение десяти лет я был президентом Российского общества хирургов. И поэтому российскую хирургию я просто в силу своих обязанностей знаю достаточно хорошо. И поверьте мне, как душа радуется, когда ты видишь такие очаги, вот такие новаторские, вот, лучшие очаги, вот. Есть на что посмотреть, в клинике прекрасно, я же бывал в этой клинике, с которой вышел Юрий Владимирович у Георгия Львовича Ратнера не раз. Я бывал у Бориса Николаевича Жукова не раз. Я много раз видел. И я сейчас вижу, да, они, конечно, подарили огромную школу, и это неоценимая заслуга перед отечественной хирургией. Но то, что сейчас сделано для хирургов, так, как они оснащены, так, в каких условиях они имеют возможность работать, начиная от идеальной чистоты, кончая оснащением, это просто вызывает большое удовольствие. А вот смотрите, из всего, что вы сейчас сказали, можно сделать вывод, что нет никаких препятствий для будущих хирургов сейчас обучаться и стать классными специалистами. Вот при всех этих условиях, правильно? А что тогда все-таки не хватает и что нужно еще? Я к роли личности в операционной. Я погуглила и ваше высказывание, вот Юрий Владимирович говорит, что хороший хирург это совмещение головы и рук, а Игорь Иванович говорит, что хирург это служение. Что нужно для того, чтобы действительно стать настоящим хирургом? Почему они не тиражируются? Почему это штучный товар? Так вот, это надо совместить то, о чем вы говорите. Руки со служением и с головой, и с сердцем. Вот тогда и будет хороший хирург. Это действительно служение? Потому что это не служба, а это то, как в православии говорят, служение. А я бы сказал немножко по-другому. Даже для меня это не служба, для меня это беззаветная любовь. То есть обожаю я хирургию. Это знаете, как вот я люблю всю жизнь одну женщину. У меня одна жена с первого класса школы. Она тоже из Куйбышева. Вот. В одном институте учились в медицинском. Да ему просто повезло. Ну, как повезло? Ну, так получилось. Вот, то есть не изменять и вот служить ей, любить ее и все получится. Таких, к сожалению, сейчас еще все меньше и меньше. Вот мы с профессором Вачовым обсуждали ситуацию. 33 места в ординатуру здесь в Самаре выделено по хирургии. 33. Всего набрали 26 человек. Вот. Где все эти прекрасные люди? Я когда читаю лекцию в первом меде, в Москве. Ну, завкафедры госпитальной хирургии, академик. Я прихожу, здороваюсь со студентами и сразу говорю, вот из 500 сидящих студентов, кто хочет быть хирургом? Ну, вы даже сейчас вот, может быть, со стула упадете. Человек 5-6 поднимает руки из 500 человек. Ну, не хотят. Вот мы, наверное, с Игорем Ивановичем динозавры, потому что, чтобы... Это точно. чтобы так любить хирургик, который надо отдавать здоровье, силы, психику, нервы. Но, конечно, легче зарабатывать деньги, допустим, зубки, пальчики, там, косметология. Косметологов готовят в медуниверситет, дерматологов, урологов, простите, специалисты других специальностей, но чтобы кардиоортальных хирургов... Мы же, Пашем, как? Я приезжаю на работу в полседьмого утра в семь часов в операционную, и вот я одну операцию делаю, а другие мои коллеги продолжают еще три операции на одном столе, выходят в одиннадцать часов из операционной. И так каждый день. Ну, кто так согласится? А денег получают, между прочим, даже меньше, чем гинекологи-урологи. Дорогие динозавры, пожалуйста, донесите все это до наших прекрасных хирургов уже на плодотворных дней конференции, и очень надеюсь, Нет, это до хирургов-то не надо доносить, это надо доносить до студентов. Понимаете, в чем вы спросили, в чем корень? А корень в монетизации всего, корень в развитии частной медицины очень такой, в корнициализации всего, да? Коммерция отсюда, а хирургия не терпит коммерции. Ты должен делать то, что ты должен делать. И любить ее. Да, и любить. Вот, таким образом, мы с вами все-таки заканчиваем на любви, на любви к профессии. Благодарю вас за то, что вы выбрали время в таком плотном графике, и всевозможных успехов, но и лучших пожеланий от наших зрителей. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова